Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает активист Общероссийского народного фронта Константин Сичихин, член Общественной палаты. Константин, добрый день. Добрый день. Вот очень активно сейчас выкладываются новости на сайт Общероссийского народного фронта. Мне кажется, просто кратно такое ощущение увеличилось количество новостей в день буквально. И я думаю, что не стоит искать чего-то там еще, кроме того, что вы сейчас осуществляете, о чем вы пишете на своем сайте. Мы пройдемся буквально по этим последним новостям и заявлениям ОНФ, но начнем все-таки с другой истории. Мы начнем с муниципального контроля, который буквально на днях осмотрел спортивный комплекс по улице Воровского, знаменитый, Красный дом. Кто-то его еще называют Домом трех поросят. Кто-то называет Будущий овощной склад. При большом стечении СМИ. Я никак не называю этот спортивный комплекс. Я хочу, чтобы Константин Сичихин свое собственное мнение высказал по поводу этого строения, которое планируют сдать уже в эксплуатацию до 15 октября, о торжественной открытии его осуществить в первых числах декабря. Вы там были, Константин, да? Да, я там вчера был. Наконец-то нас туда пустили. Спустя большое количество времени, когда у нас не пустили, это было в июне. Сейчас нас туда пустили. В итоге мы увидели, что мы увидели. Мы увидели то, что батареи не висят на сегодняшний день. Каким образом они отапливать это помещение собираются, непонятно. Во-вторых, да, работы ведутся. Ведутся внутренние отделочные работы, но все сушится пушками на сегодняшний день газовыми. Когда они включат, подведут отопление, это еще вопрос. Когда они все доделают, надо двери поставить, да много-много чего еще установить. Это тоже еще отдельный вопрос, да? И успеют ли они до 15 октября? На мой взгляд, до 15 октября они не успеют ввести в эксплуатацию данное здание. А если и введут, то опять, как обычно у нас делается это все бегом-бегом и с какими-то нарушениями, что до декабря это все будут доделывать. И, во-вторых, основная проблема – это та теплотрасса, которая есть, которую выносят, по которой, как вы все видели там фотографии, вчера очень многие из них снимали, что сети еще не завершены на сегодняшний день, да? Вынос сетей, да? Вынос сетей, да. Сама работа еще не завершена. Во-вторых, опрессовка еще не делалась по этих сетей. И, в-третьих, я вот думаю, к 15 октября они только с сетями закончат какую-то работу, а потом уже будем говорить и о самом сдаче данного здания. А известно ли, кто осуществляет сейчас вынос сетей за периметр спортивного центра? Осуществляют на сегодняшний день, как подрядчик заявляет, они усуждают своими силами на знание этой организации и совместно с КТК. Я помню, что позицию КТК, они были категорически против того, чтобы это были некие подрядчики непонятные. Они, конечно, говорили, что будут контролировать. Но вот лично меня, так же, как и многих наших слушателей, когда мы это обсуждали в дневных разворотах, очень беспокоит именно тот факт, что это осуществляет не КТК, не профессиональные компании, которые конкретно этим занимаются, а некая подрядная организация, пусть даже и под контролем. Стоит ли здесь беспокоиться? Ну, конечно, беспокоиться всегда нужно любой подрядной организации, которая не специализирована в выполнении данных работ. Но я надеюсь, что в КТК специалисты хорошие на сегодняшний день, и они качественно проверяют те работы, которые выполняются со стороны застройщика данного здания. И надеемся, конечно, что в срок работы будут произведены, но мы давайте не будем забывать, что у нас сейчас не один дом, а целый микрорайон практически там находится без отопления. Конечно, фаза включения всех домов в отопительный сезон, она еще не завершилась. Она только началась 12 сентября. Но при этом морозы обещают до минус 4 на почве в ближайшее время. И всем из нас смс-ка приходила от МЧС, от нашего любимого, который сейчас после последних ситуаций постоянно нам шлет смс-ки и говорит, что завтра будет такая-то погода, послезавтра будет такая-то погода. И МЧС сейчас говорит, что на дворе будет скоро минус. А если будет минус, то в квартирах-то никак. В благоприятной погоде-то точно не будет. Не удивляет ли вас позиция города, которая позволила вот в это время заниматься выносом тепловых сетей? Меня не то что, меня удивляет совсем та ситуация, которая происходит. Во-первых, на основании чего выдали разрешение или даже стали производить работы, перед тем, как сети у нас по сути... Перед тем, как были вынесены сети. Почему? Потому что у нас любой объект капитального строительства требует, прежде всего, вынос сетей, любых сетей. Даже это отопление, электрокабель, да без разницы. А после этого только объект капитального строительства начинается строиться на данном месте. Куда смотрел город, а именно надзор на сегодняшний день, да? Кто давал совсем какое-то не то что разрешение по этому поводу, а куда смотрит надзор? Потому что там УКС, как он себя является сейчас на сегодняшний день, заказчиком данного строительства даже с какой-то точки зрения, да? Куда они смотрели? Куда смотрели? Просто-напросто. Мы задаем этот вопрос, они нам отвечают. Извините, прокуратура нас проверила, все у нас хорошо. А ситуация получается такая, какая есть. Мы с вами наблюдаем сети, которые до сих пор не вынесены. Этот вопрос обсуждать. Отключенная тепла в микрорайон. Да, отключенная тепла в микрорайон целый, да. Мы наблюдаем, что постоянно там муниципальные контроли, еще какие-то контроли туда ездят. К этому объекту придали такое значение, что, я просто не знаю, самый важный объект теперь на сегодняшний день, наверное, для города Кирова. Хотя у нас самый важный объект это путепровод. Что говорит КТК по этому поводу? КТК надеется, что они уложатся в срок. Выражает надежду. Да, КТК выражает надежду на сегодняшний день. Говорят, что работы будут произведены в срок, и никто не замерзнет. По нашему мнению, по моему даже, проще сказать, мнению на сегодняшний день, время покажет, но это безобразие. Начальник городского управления строительства и развития инженерной инфраструктуры Сергей Стяжкин был на встрече с журналистами на объекте, который происходил 21 числа. И ему задавали вопрос о безопасности строения. Понятно, почему задавали. Мы помним прекрасно порыв ветра, который просто сдул стены этого объекта. И ответ, который он произнес, вас удовлетворил ли, звучал он следующим образом. Этот вопрос под контролем. Что это значит? Этот вопрос, знаете, что это значит? Насколько безопасно строение? Этот вопрос под контролем. О чем речь идет? Этот вопрос под контролем. Нас прокуратура проверила, проект прокуратура проверила. У нас такое чувство, что прокуратура везде, где проверила, все замечательно стало. Хотя прокуратура, я знаю, что выявила нарушения и проекта, и выдачи разрешения на строительство. Да, эти нарушения исправляются на сегодняшний день. Да, мы понимаем, что это здание не снесут. Хотя Перескоков сам лично обещал, если до 15 августа вы сети не вынесете, мы вас несем. На дворе уже скоро октябрь месяц, сети не вынесены, а здание стоит до сих пор. Так, либо пусть глава администрации выполняет свое обещание, да, либо, извините, держит на контроле. Вот так они и держат на контроле. Скоро, говорят, у нас будет новый глава администрации, который скажет, я ничего не обещал, а вот старый глава администрации пускай отвечает за это. Я думаю, поживем, увидим. Говорить-то много кто может, что, да, так давайте не будем забывать, что у нас глава администрации, он не назначается, по крайней мере, а это такой же топ-менеджер, который в рамках контракта, заключенный с ним, работая, да, на тот срок, который заключен с ним. И только по желанию главы администрации, ну, он снимет себя, если полномочия, в том случае город будет искать нового топ-менеджера, да, на какой-то период времени, который у него заключается контракт. И контракт с ним заключается точно не на год. И контракт у Перескокова на сегодняшний день не заканчивается, да. Тут еще вопрос такой, а будет ли у нас новый глава-то, а может и не будет, может Перескоков и останется. При этом не будем забывать, что и будут после выбора и Думу спрашивать, а нужен ли им такой глава администрации. А там уже мы узнаем, что Дума скажет в будущем. Мы поговорим сегодня еще и о Думе, и об администрации, потому что близится то время, когда должны будут названы, быть фамилии глав нашего города, да, той и другой головы. А все-таки нужно подытожить вопрос со спорткомплексом Новоровского. И что сейчас? У вас какие по этому поводу выводы и мысли по поводу этого строения? Верите ли вы, что будут введены теплосети? Достаточно ли этого, чтобы успокоиться? Качество строительства вас устраивает? И безопасно ли будет там в дальнейшем заниматься взрослым и детям спортом? Или опять скажут, прокуратура проверила все в порядке? Нет, конечно, они введут это здание, потому что ничего им не останется. Конечно, сети они вынесут и со скрипом, со скрипом они примут их и отопление запустят в этот микрорайон. Просто если погода будет благоприятной, люди просто не померзнут какое-то время. Если погода будет ухудшаться, уйдет в минус, конечно, люди померзнут. И тут уже никуда не деться, потому что микрорайоны либо по запасной ветке будут каким-то образом стараться подключать. Но есть дома, которые именно на этой ветке находятся. И это уже вопрос КТК на сегодняшний момент. Как быстро они смогут предотвратить ситуацию, чтобы там люди не померзли? И все это ради чьих-то коммерческих интересов? Да, и все это ради чьих-то коммерческих интересов, ради кого-то, чтобы построить какой-то непонятно для чего этот спортивный комплекс. Чем жители выступали против. Да, и при этом я вчера смотрел на этот спорткомплекс изнутри и понимал, в чем изюминка этого спорткомплекса, чтобы он нужен был для города на этом земельном участке. Для чего? Вот просто я ответ на этот вопрос, кроме как здесь будут заниматься 16 человек, и часов будет выделено для города для инвалидов, я больше ответа не нашел со стороны администрации. А вы должны понимать, что есть один собственник здания, есть собственник земельного участка. Это город. Это город, да. И, извините, собственник здания сегодня объект построил, сдал в эксплуатацию, стал полноправным собственником здания. И перепродал. И перепродал это здание с обременением на этот земельный участок. В том плане, а придет новый глава администрации, придет новый глава думы, и они решат, давайте-ка мы поменяем вид использования данного земельного участка. И здесь у нас станет с вами не спортивный комплекс, а, к примеру, торговый центр. Это все в реальности может произойти. Или овощной склад, на что он больше похож. Да, потому что решение это будет принимать, конечно, в будущем, если вдруг перепрофилировать это здание, это будет принимать решение и глава думы, и новый глава администрации, если такой будет. Вы лично почему в этой теме или от лица ОНФ выступаете? Лично от лица общественной палаты в данной ситуации. И лично то, что я не остался в стороне, мне стало интересно все-таки, а почему такое безобразие происходит, да? Мы, почему такое безобразие происходит, поговорим с вами после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в студию микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает Константин Сичихин, член общественной палаты Кировской области и член Общероссийского народного фронта. Почему такое безобразие происходит в городе, сказали вы до перерыва. Мы обсуждали сейчас ввод в эксплуатацию теплосетей и самого здания спортивного комплекса Новоровского. Каким-то выводом пришли? Ведь не только спортивный комплекс вас наводит на мысль, что что-то не так, судя по вашей интонации, в городе происходит. Так поймите, что мы в этом году с вами столкнулись еще с одним безобразием. Это тоже связано с теплосетями, это улица Производственная, улица Воровского, когда там нестационарный объект построили, да, и быстро-быстро КТК подали в суд. И там сейчас мы видим такой закуточек оставшийся, да, хотя кто-то же выдал разрешение на строительство данного нестационарного объекта. Но тут же моментально обратили в суд и снесли. Почему я просто КТК спрашивал, ну как бы мне хотелось бы, конечно, их мнение узнать, почему они в суд не вышли по этому объекту, да, например. А почему у нас молчали там такое большое время администрация, да. А почему так происходит, так, как происходит сейчас на сегодняшний день. И почему мы пытаемся всегда наверстывать те ошибки, которые происходят, так же, как у нас сейчас происходит, мы в рамках Общероссийского народного фронта неоднократно проверяем сейчас программу комплексного развития, ну в рамках комфортной городской среды. Мы сейчас и перейдем. Ну вот, и вот как раз плавно и переходим, можно сказать, то безобразие, которое у нас во дворах сейчас происходит, где качественно не кладут асфальт, где у нас на Милицейской 39 положили подрядчик Чимбулатский щебень. Да, растворяющийся, который, да, в воде. И почему-то забыл сразу же положить асфальт, а дожди прошли выходные, и он начал просто превращаться все в кашу, да. Это убытки же для подрядчика, где технический надзор, который заставлял. И вот это сплошь и рядом, по сути, напросто происходит в городе, да. И постоянно задаешься таким вопросом, а почему такое безобразие? И мы с вами неоднократно уже обсуждаем в течение года, там, ни одного даже уже, почему постоянно нам приходит вот это все наверстывать, что-то доделывать. Где-то какая-то прокуратура должна проверять кого-то, да. Почему выдано разрешение так криво, почему это все происходит. И может быть, правда, вдаешься в подробности, что они пора ли менять? Как вы говорите, если у нас глава администрации уйдет и придет новый глава администрации, так может и пора менять главу администрации на другого главу администрации. Конечно, покажет время и покажет, а поменяется ли он. Так, мы уже второй раз намекаем нашим слушателям, что поговорим все-таки о главах и города администрации в сегодняшней программе. Но давайте поподробнее сейчас про реализацию программы формирования комфортной городской среды в городе. На вашем сайте, на сайте ОНФ, да, там, где раздел Кировская область, я вижу, что буквально чуть не каждый день появляются новости, где вы пишете о том, как контролируете реализацию проекта формирования городской среды. Во-первых, например, 9 августа основная ключевая фраза, что жители недовольны теми изменениями, которые производятся у них во дворе в результате реализации этой программы. Что имеется в виду? Ну, во-первых, смотрите, постоянно приходится в каком-то вручном режиме выезжать во дворы, смотреть, что там происходит. Это было по Карла Марса 138-140, когда мы практически на этапе, когда туда подрядчик зашел и начал творить непонятно что. Просто-напросто, ну, как он, начал делать согласно проекту, то есть схеме, которую мы предоставили, если быть честным, да. Но когда мы понимаем, что схема одна, а по факту все по-другому, въезд надо сделать так, а бордюры уложить маленько по-другому, потому что люди всю свою жизнь ставили машину вот на этот, можно сказать, уже стоянку, хотя раньше это было газоном, да. И приходится в ручном режиме договариваться с подрядчиком, чтобы он прислушивался к людям и выполнял то, что требуется людям, а не то, что требуется той схеме и техническому заданию, которому выдала администрация в рамках контракта. И так происходит практически в каждом дворе. Вот в редких случаях, когда мы не слышали, либо это двор сознательный, он сразу резко ставит там старший по дому подрядчик в какие-то жесткие условия, и он выполняет все его просьбы и пожелания, либо приходится со стороны Общероссийского народного фронта включаться в эту работу и отрабатывать. Как на вас реагируют подрядчики, как на вас реагирует городская администрация? Так они уж смирились, проще сказать. Ну, в смысле, они делают что-то, когда вы говорите? Нет, конечно, конечно, обязательно, обязательно. Или говорят, не мешайте, вы нам мешаете реализовать программу и срываете практически сроки сдачи дворов. Да нет, как бы такого, конечно, я ни разу не слышал от администрации, что тут не мешайте, идите в сторону, мы сами разберемся. Такого не было. Понятно, что у нас прежде всего эта программа для людей, и надо прислушиваться к людям. Мы стараемся в данной ситуации, как говорится, относить и мнение людей, и мнение профессионалов, чтобы, как говорится, не все люди понимают, как правильно это уложить, как правильно сделать, как правильно это было. Но при этом надо прислушиваться, лучше скамейку поставить здесь, а не там, где положено схеме. Лучше совсем, может быть, не ставить скамейку, а за место скамейки сделать клумбу. И в данной ситуации надо прислушиваться к людям. Вот примерно так и приходится работать. Да, вы когда выезжаете во дворы, вы там с кем конкретно сталкиваетесь, с кем работаете? Только с подрядчиками напрямую или с представителями городадминистрации, и тогда в лице кого? В основном это подрядчик. В основном это подрядчик, потом уже идет... А почему подрядчик вам не говорит, вы кто такой вообще? Какой такой ОНФ? Понимаете, как бы время... Какое вы право имеете? Вот смотрите, если бы мы с вами разговаривали, вот кто такой, как бы... Ну, меня уже практически там чуть не каждый подрядчик у глаза примерно знает, видит. И уже, как говорится, спасибо СМИ, одним словом, да. Там уже вопросы такие не задают, которые задавали там пару лет назад. Ты кто такой и откуда ты такой появился, да? Это когда дороги начинали контролировать. Да, да, как бы это уже маленько по-другому. И уже и подрядные организации, когда видят, кто пришел, они уже как-то не то что разговаривают, пытаются найти диалог. Пытаются найти диалог, пытаются прислушаться, да. Понятно, что не все так ровно, не все так гладко выходит, да. Но вот сейчас вот по Милицейской 39 пока на сегодняшний день ступор. Просто ступор, потому что подрядчик не понимает, как бы не хотят, как я понимаю, исправлять то, что они... Ну, это же заново надо убрать тот щебень и заново выложить новый, да, например. Пока к общему знаменателю не пришли, пока... И вот там такая чача, такая грязь, развал. Да, я пока не скажу, что там чача, да. Там, потому что у нас это там не суглинок, он, по крайней мере, воду не держит. У нас эта вся вода уходит вниз на сегодняшний день. Но все равно вот эта известь, белый такой налет у всех на обуви, когда ты идешь домой, ты его несешь с собой в дождливую погоду, да. Это присутствует на сегодняшний день во дворе и, как бы, я думаю, что неприятно для жильцов. А если брать некоторые дворы по Кочкино-8, корпус-4, там вот были нарушения, на сегодняшний день эти нарушения подрядчиками исправлены. Требовалось просто-напросто там пролить лишний раз, где-то заделать то, что не доделано, да. Ну и в плане просто более качественно подходить к тем работам, которые они выполняют. Мне всегда подмывало спросить, а кто эти люди, которые называются подрядчики? Вот вы, когда с ними беседуете, работаете, не раз встречаются, это профессиональные строители? Так как бы во дворах-то у нас очень мало профессиональных строителей на сегодняшний день. Это люди с улицы, которые... Нет, это люди, которые выиграли контракт. Это проще сказать, это люди, это фирма, которая выиграла контракт. Они выиграли, они деньги там вложили, получили, а те, кто непосредственно рассыпают щебень, закатывают асфальт... Это обычные подсобные рабочие, которые наняты, грубо говоря, фирмой, да. Может, у кого-то там был опыт работы на строительной площадке, у кого-то опыт был работы при укладке асфальта, например, да. Такой же. Да, как бы и в основном мы наблюдаем, что очень большое скопление, конечно, наших дружеских стран, которые у нас находятся недалеко от нас, да. Иммигранты. Иммигранты, проще сказать, да. И как бы, ну, вот так как есть, так и происходит на сегодняшний день. Дешевая рабочая сила. Дешевая рабочая сила. Почему? Потому что, ну, там не такие расценки крупные, чтобы, знаете, вставать на федеральную трассу и вложить асфальт, двор, это двор все-таки. Там и трудоемкая работа, и с жильцами надо пообщаться, и крупные строительные компании, которые у нас занимаются укладком, ремонтом дорог в Кировской области, почему-то во дворы не идут. И это одна из больших проблем, потому что есть дворы, где работы до сих пор еще не приступали. Если не приступали к работам, это грозит срывы к работам, то это грозит срывом сроков? А вот эту ситуацию мы сейчас разбираемся. Я пока комментировать не могу, только по той причине, что если в некоторых дворы просто-напросто к работам не приступали, либо они, вот сейчас уточняем, либо они не отыграны, и просто никто на них не заявился, либо подрядчик, у него есть срок по контракту, и он считает, что он успеет. Там, в течение, там, потому что дворы небольшие, они думают, что там, может, за два-три дня они там моментально все сделают. Вот сейчас мы эту информацию уточняем, она в ближайшее время будет понятна. А приемка должна осуществляться в октябре месяце? Да, приемка у нас, по сути, все контракты там уже в октябре месяце заканчиваются в первых числах. Из этого посмотрим, как мы в эту программу зайдем и как мы ее выполним. Это такая же беда сейчас, как вот у нас в рамках БКД безопасной и качественной дороги. Да. Почему мы делаем на этом акцент? Потому что если мы не выполним условия контракта по формированию комфортной городской среды в этом году, то мы не получим деньги в следующем. Конечно. Прервемся сейчас на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Константина Сичихина. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает Константин Сичихин, член Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Кировской области. Итак, дороги. Контроли за гарантийным сроком по ремонту дорог – это тоже одна из тем, которые поднимает активисты ОНФ, которые поднимает рабочая группа по контролю за ремонтом дорог. Что сейчас на повестке дня? На повестке дня уже как больше месяца у нас Киров русская, и оно как было, так и остается. Почему? Потому что мы наблюдаем, что когда идет дождь, асфальт укладывается, когда дождя нету, асфальт. Почему-то асфальтная техника стоит просто-напросто и практически работы не производит. И это говорим не только мы, это говорят наши активисты, которые постоянно по этой дороге ездят домой, обратно, на работу и по-разному. И вот такой процесс, который есть. У нас до сих пор еще не уложен выравнивающий слой асфальта. Там еще порядка двух километров осталось. У нас до сих пор мы только еще прошли несколько километров по верхнему слою ЧМА. При этом тоже периодически то стоим, то не знаю, что делаем. И успеем ли мы до 20 октября, ну, как бы скажу, надежда умирает последней. Все надеются и верят, что подрядчик выполнит свои работы, и мы в срок уложимся по контрактам и по данной программе. Я никак не могу понять, вот эта надежда на авось русская, неистребимая. Все-таки что под собой вся эта ситуация несет? Почему все говорят, мы надеемся? КТК надеется, администрация надеется. Член ОНФ надеется. Причины-то какие? Вот в данном конкретном вопросе по дороге Киров русская. Администрация все время жаловалась на неблагоприятные погодные условия. Невозможно все время ссылаться на неблагоприятные погодные условия. Сейчас что мешает? Ну, сейчас мешают объемы. Объемы, говорят, асфальт они поставляются столько, сколько требуются. Нет асфальта, нет у поставщиков асфальта материалов. Вот они только-только сейчас подходят. Хотя мы про это говорили еще в июне месяце, когда мы там первые совещания были. И про это разговор шел. Все-таки у вас все ли закуплено? Вы готовы ли выполнять свои контракты? И все нам успешно кивали головой, что все будет замечательно. Не переживайте. В том числе и администрация кивала головой. Конечно, конечно. И администрация говорила, что мы проконтролируем. Не переживайте, все будет замечательно. И в итоге мы с вами приходим опять к окончанию сезона. И сезон у нас вот такой тяп-ляп. И это всегда. И это всегда. И я не понимаю, как решать эти вопросы. Да, это такие вопросы, которые, я не знаю, как они у нас в стране будут решаться. Да, но вот должны решаться, видать, из-под палки. Просто-напросто. Либо кто-то вицу должен брать и выпарывать на площади. Да, либо еще каким-то образом. Но больше никак. И, между прочим, это говорит сейчас Константин Сичихин, который всю жизнь здесь, в этой студии, когда шли горячие споры и обвинительные речи в адрес администрации, там, чиновников разного уровня говорил, погодите, погодите, но они же работают. Дайте им шанс. Посмотрите, все будет. И вот сейчас такие заявления делает. Выпарать на площади, иначе не знает, как еще. А как еще-то в данной ситуации, понимаете? Как бы, ну, понятно, как бы у нас прошли те времена, когда там расстреливали, да, у нас нет таких времен уже. Ну, надо просто-напросто, надо просто порицание какое-то делать, да, ну, на данный момент. Ну, наказать... Люди должны нести ответственность, конкретные люди, вы считаете? Да, люди конкретно должны нести ответственность. Надо их наказывать рублем. Там, грубо говоря, не выполнил срок, там, двухмесячный зарплат не получил. Когда человек будет наказан, да, он поймет, за что он наказан. Он больше будет спрашивать тех людей, под кого он контролирует. И тут вот вопрос сразу встает. Все-таки это человеческий фактор или это система? Ну, это больше даже система, чем человеческий фактор. Ну, и система строится от людей. Понимаете, как бы тут вопрос-то, либо это человеческий, либо это система. Систему кто строит? Человек. Значит, это человеческий фактор на сегодняшний день, да. Но вот так и все происходит. Вот такие дела. Тогда мы вернемся с вами к городской администрации и городской думе. На следующей неделе в среду, то есть на этой неделе, на неделе, в которой выходит программа, мы должны были оговориться в самом начале, что мы записываем программу 22 сентября. А в среду, 27 сентября, будет заседание городской думы, на которой уже должны определиться действующие депутаты с главой городской думы и с замами. Конечно. Это первый вопрос. И второй вопрос, который обсуждается, это все-таки изменения в городской администрации. Потому что все-таки Александр Перескокову прочит уход со своего поста, несмотря на то, что Александр Викторович многим нравится, и стиль его работы очень многим нравится. Ровно, наверное, такому же количеству людей, которому и не нравится все, что происходит в администрации. Я даже в последнее время слышу больше слов порицания не в сторону конкретного человека, вот главы администрации Александра Перескокова, к которому скорее лояльно относятся наши спикеры, аналитики и просто люди, которые звонят в эфир. Сколько ко всему этому зданию, которым он руководит, ко всему комплексу, который называется администрация города Кирова. И призывают менять в корне всю и систему, и людей, в большом количестве в администрации, а не удовлетвориться только сменой главы. Итак, на кого и на что мы возлагаем надежды? Если мы с вами сейчас начнем с городской администрации, то одним из кандидатов, одним из людей, которые прочат на место Перескокова, на место главы администрации, является Илья Шульгин, который в данный момент работает в правительстве Кировской области, и сам он выходит из Татарстана. И вот это качество его, да, вот этот показатель, что он из Татарстана, многим внушает почему-то надежду. Почему-то люди думают, что придет человек из Татарстана и заживем, как в соседней республике. Вот, знаете, как бы я уже вначале говорил, что, по крайней мере, пока я не увижу заявление о том, что Александр Викторович у нас написал, слагает себя полномочия. А вы его ждете? Я не жду данное заявление. Почему? Потому что у нас основная проблема, правильно говорить, там, человеческий факт, у нас основная проблема, что каждый чиновник, который приходит на свое место, да, он прежде всего думает, что его скоро уволят, не успевший зайти на свое место. Почему? Потому что они не знают, сколько срок они просидят. Также вот Александр Викторович пришел недавно, грубо прошел там год-полтора, и сейчас думает. И в течение всего этого срока говорили, что вот сейчас он уйдет, вот сейчас придет кто-то другой. Да, да, да. И понимаете, как в данной ситуации работать человеку? Вот просто поставьте себя на это место, да, и вы поймете, как работать просто. И как ты? А это системные вопросы, они не делаются за день, за два, за три. Даже изменение системы работы администрации, вот в целом, да, это системная работа, которая требуется подход. Подход, ну, как минимум, там, полгода, год решение этой системной работы, да, подборка кадров, анализ кадров, да. Мы любое предприятие с вами возьмем в бизнес-процессе, да. Да любой бизнес-процесс, он за день, за два не делается. Это целая работа годами. И руководитель этого предприятия годами создает тот бизнес-процесс, чтобы он работал как часики. Чтобы нам сделать администрацию, чтобы он работал как часики, надо поставить хорошего топ-менеджера, и этот топ-менеджер должен отработать. На сегодняшний день придет это кто-то, Шульгин придет кто-то, будет это Александр Викторович Перескоков. Но вот они должны сесть, грубо, да, без разницы из этих топ-менеджеров, и дать им свободу действий, что их никто не тронет примерно там три года, да. А вот через два года, через три года поэтапно спрашивать, а что вы сделали такого хорошего для города, да, что отражается на жизни граждан замечательно, либо это в плохую сторону, и после вот там года полтора делать какой-то перерыв и просто-напросто анализ проводить. Если человек не выполняет те функции, которые требуются, значит он должен уйти. Вот сейчас на сегодняшний день спрашивается Александр Викторович, что-либо еще, вот я не вижу смысла, я почему защищаю в некоторых случаях, да, как вы правильно говорите, чиновников, да, так потому что они меняются, как перчатки. Мы не успеваем отработать с одним чиновником, как говорится, какие-то мыслы и замыслы, да, по каким-то сложным вопросам. Как только у нас приходит другой руководитель на это место, да, а пока он вникает в работу, проходит какой-то промежуток времени, и в этом большая-большая наша проблема. Да, у нас есть городская дума, да, мы выбрали городскую думу на ближайшие пять лет. Замечательно. Но почему-то не городская дума у нас сидит как чиновник, а чиновники выполняют, а они просто депутаты, просто глава думы. Я даже иногда не понимаю, а смысл в них. Вот просто иногда я просто не понимаю, в чем смысл, когда мы все равно по всем вопросам виним чиновников, но при этом у нас есть городская дума, которая пытается сказать, что мы же вышел, мы же решаем. На выборы ходили? Я ходил. Голосовали за депутатов городской думы? Голосовал. Выбирал главу сельского поселения, так как прописан, честно, не в городе Кирея. Но суть не в этом. Суть в том, что на сегодняшний день, я вот лично, если новая городская дума возьмет на себя какие-то там права, не то что решать, она и так как бы так-то решает, да, они там формируют бюджет, формируют какие-то, но чтобы депутаты не просто отсиживали свои кресла, а работали на местах должны, да, и постоянно спрашиваясь чиновников, как у них на месте происходит. Их выбрал народ, они должны для народа работать-то, а не для какой-то там корпорации, либо организации, ради которой там профинансировали их выход, да. А мы это все знаем, и от этого скрывать нечего. Ну вот возвращаясь к господину Перескокову, которого вы не хотите анализировать и ставить ему оценки, поскольку слишком короткий период времени он работает, я вам все-таки напомню, что городская Кировская дума утвердила главой администрации города Кирова Александра Викторовича Перескокова 22 декабря 2014 года. Тем более. В этом декабре будет уже три года с того времени, как он приступил к своим обязанностям. И, по-моему, это достаточный период, чтобы анализировать работу. Вот это уже достаточный период. И вот за три года-то надо сейчас проанализировать, требуется ли ему на сегодняшний день. Ну, анализировать-то кто должна там? Городская дума. Она должна с него спросить, как вы отработали по каким-то показателям. Какая городская дума? Она уже ушла. Ушла. Вот. Я про что говорю-то у нас. Понимаете? И вот если сейчас, даже если Александр Викторович уйдет и станет новой у нас главой администрации, вот это будет замечательный прецедент. Грубо, да. Новая городская дума, новый глава администрации. Вперед из песней. Год отработали, сделали резюме. Год отработали, сделали резюме. И мы видим, улучшается у нас уровень проживания граждан в городе, либо не улучшается. Если через год не улучшается, извините, до свидания. Вместе с городской думой. Да, правильно ли я вас понимаю, что вот сейчас вам интересно, Константин, не то, кто придет или не придет на место главы администрации, а сможет ли городская дума поменять свое отношение и требовать чиновников больше, чем это делало предыдущее? Конечно. Конечно. И вы предлагаете ежегодно делать отчет неформальный, реальный отчет перед городской думой и перед горожанами по итогам работы каждого сети-менеджера? Конечно. Так может, годовые контракты с ними заключать? Вот самое желательное, да, самое желательное заключать с ними годовые контракты и по окончанию года. У нас все корпорации в среднем заключают там год-два контракта, никто не заключает там на пятилетку. Почему? Потому что человек через пять лет, он меняется. И в данной-то ситуации он расслабляется, он понимает, что у него пять лет впереди, но ладно, я успею за последние два года все наверстать, да, а два года я отдохну, по крайней мере, я добивался этого места. И в данной ситуации вот такая же будет, так же и депутаты, они сейчас добились, посидят спокойно, отдохнут, а у нас все депутаты начинают работать, когда им там год остается до перевыборов. И вот они бегут в свои районы и начинают отрабатывать, да. Нет, а надо отрабатывать с самого начала. У нас остается буквально полторы минуты до завершения программы, поэтому на следующий вопрос требуется сжатый, да, емкий ответ. Что касается городской думы, вот сейчас в среду, 27-го, она определится. Основными кандидатами на пост головы все-таки Елена Ковалева видит, а ее замом господина Крепостнова. Как вам такой расклад? Ну, Елена Ковалева, как мне рассказываю, лично с ней практически не сталкивался, да. Ну, не было повода, можно сказать. Может, не те зоны у меня, как говорится, общественного контроля. Вот, но говорят, специалист хороший, как говорится, не первый год уже работает на административных должностях. Все-таки была и министром. Продолжительный период времени, да, как руководитель, я считаю, что она хорошая. Сама идея, что женщина будет возглавить. Это тоже замечательно, потому что вот тут в Нижнем Новгороде, мне рассказывали, там тоже женщина либо глава администрации, либо глава думы тоже женщина, да, и, по крайней мере, как бы это так меняет ситуацию, да, и маленько по-другому начинает к некоторым моментам относиться. А что за ее спиной стоит Валерий Васильевич Крепостнов, вас не смущает, как говорят? Как бы в данной ситуации про Валерия Васильевича лично с ним не общаюсь, даже сказать-то ничего и не могу просто-напросто, да. Я лучше возьму такую небольшую паузу, да, и мы посмотрим, как это все произойдет, и как все-таки будет расклад, да. Но мне мало верится, что Валерий Васильевич Крепостной будет замом. Вот. Здесь мы поставим точку. Это было особое мнение Константина Всичихина, члена Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Кировской области. Я благодарю за участие в нашей программе. Микрофон работал Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания. Спасибо.